друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка life мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что ребят давайте с вами пройдемся по некоторым интересным моментам конечно же мы с вами обсудим вторую часть марлезонского балета вторую часть и часть заключительную друзья мои сегодняшнего ролика уралочки и сарафана но друзья мои хочу я начать с вами не с этого я хочу начать с вами с того момента что оказывается друзья мои ну собственно это для меня уже как говорится не новость но сегодня такие мои зрители мне написали сначала в личку ну а потом так скажем мы решили этот момент обсудить у меня в телеграм-канале оказывается нас малинок друзья мои нас с вами вовсю полоскали в телеграм-канале уралки и сарафан как же шпанами проходились в очередь по нам проходились в очередной раз друзья мои это было знаете как в тот самый раз когда уралка с сарафаном перепутали праздники у разу байрам курбан байрам для них все едино ну и собственно так да уже я помню я выходила с ночным в ночной обзор и проходилась прямо поименно называла вот этих вот знаете хомячих обожательниц уралки которые кричали это все малинки это все ее это все этой малинки значит это вот они там все сделали слушайте я вообще в шоке друзья мои какой вердикт вынесли нам с вами а вот эти вот пустоголовые ведроголовые хомячие друзья мои голова мы с вами не доедаем мы с вами голодные во всех смыслах этого слова у нас с вами нет семей нет детей нет мужей короче друзья мои мы все конечно же завидуем уралки ну что а теперь как говорится начнем раздадим всем друзья мои всем всем по полной программе я хочу напомнить вот этой вот красопете на которую без слез не взглянешь вот этой да вот этой чуди-юди рыбакит бабе оллы один момент ты знаешь недорогая неуважаемая неуважаемая тетенька на тебя опять же без слез не взглянешь и ни для кого не секрет что если бы не твоя хотенка вот эта вот избушка на курьих ножках да если бы не твоя вот эта однушка запердушка поверь мне на тебя бы вообще ни один мужик никогда не позарился а вообще если в целом врать да всю ситуацию с мужиками то давайте так друзья мои окромя вот этого да именно окромя вот этого кишлачного серафана на нее вообще никто из мужчин даже близко не позарился кроме этого альфонса за ней никто в очереди не стоял альфонс то встал по той простой причине потому что надо было куда-нибудь приткнуться где тепло сытно как говорится и мухи не кусают урал что ты мелешь что ты мелешь по поводу голодные мы едим сафар ест по двадцать пять пельменей мы там по пятнадцать по восемнадцать уралка у нас в семье никогда количество пельменей не считали вот я вообще впервые об этом услышала что можно оказывается считать пельмени ребят ну ладно там еще манты да они огромные да когда ты там заказываешь ты говоришь количество мант которые ты хочешь чтобы тебе их принесли да но пельмени считать ребят чисто никогда такой херней никто и в нашей семье не страдал бабушка лепит пельмени мама лепит пельмени я тоже леплю пельмени никогда когда я готовлю и уже варю пельмени своей семье никогда в жизни у меня даже в мозгах не было такого чтобы считать поштучно так 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 сейчас сыночку там восемь штучек мне там штучек пятнадцать мужу там штучек тридцать ты что ненормальная что ли вы что визуально не видите сколько вы в состоянии съесть а сколько для вас будет много каждый нормальный адекватный человек который вот у которого нет болезни да вот это вот бесконечная жрачка каждый нормальный человек прекрасно понимает ту порцию которую ему нужно съесть вот я сейчас на вечер приготовила ну не только на вечер да я приготовила вот вечером окрошку замечательную вкусненную друзья мои офигенную обалденную окрошку которую мы любим да на квасе да вообще офигенную я разложила по тарелкам да ну квас уже наливаются отдельно в тарелке я разложила по тарелкам каждому столько сколько раскладываем как обычно если кому-то понадобится как говорится да добавка пожалуйста и так далее но у нас никто пельмени количество штук точно не считает вы знаете ребят раскричались там они в телеграм-канале сарафан в первых рядах во первых рядах друзья мои начал рассказывать про то какие все кругом голодные сарафан самые голодные это твоя кишлачная родня у которых мясо бывает раз в пятилетку и ты нам это показывал как они жрут одни лепешки один лук одну морковь и пустой рис уж мы можем себе позволить мясо в любое время а по поводу кафешек вы знаете я вам так скажу товарищи для того чтобы нам семьей сходить в кафе или в ресторан нам для этого не нужно точно так же как и моим зрителям выкладывать свое исподнее белье свои трусы на просторах ютуба продавать свою жизнь а также какие-то да личные интимные моменты своих родных и близких мы таким позорищем не занимаемся мы можем себе это позволить по той простой причине потому что мы работаем ты знаешь уралка сарафан и ваше хомячье только вы можете хомячье завидовать уралке вы знаете нам не надо бегать на какую-то сраную базу где купить можно за три копейки вонючее гнилье гнилые ягоды овощи и фрукты мы все это покупаем за нормальные деньги да когда надо по 400 рублей помидоры стоит покупаем потому что по крайней мере они вкусные их действительно можно есть они непонятно что поэтому заканчивайте уже со своим бред вот честно уже смешно уралка вспомните как еще три года тому назад вы с сарафаном я массу ретро обзоров делала на вас на колесниковых на вас вообще делала миллион ретро обзоров на протяжении уже почти трех лет сколько я на вас снимаю так вот моя рубрика ретро обзоры есть у меня пожалуйста ей уже почти три года ну ей уже больше трех лет потому что моему каналу уже будет четыре года да но я к тому что рубрика ретро обзоры на уралку я там миллион раз рассказывала о том как еще три года назад друзья мои когда у уралочки была жива мама когда они с сарафаном жрали им ментай рыбка была за счастье вообще просто за счастье они тряслись над этой рыбкой и винегретик винегретик и тогда харчами не перебирали и один окорочок был буквально на неделю у этой пары гнедых ну а сейчас друзья мои поверили в себя сарафан ну если ты хотя бы не голодаешь ну отправь хотя бы своим родителям в кишлак мясо пожрать ну хотя бы не то что от пуза как мы все едим да а так чтобы хотя бы раз в месячишко они себе могли позволить в общем друзья мои это что то с чем то не могут все никак по поводу нас да с вами успокоиться ну никак не могут постоянно мы им как кость в горле далее друзья мои знаете что сегодня глянув на эту готовку на этот буквально знаете такое ощущение что это какое то знаете производство ну-ка производство да прямо прямо как уралочка говорит это про запас ребят про какой такой запас ну про какой запас если жрут они в три горла жрут эти люди в три горла опять же да все понятно сегодня когда уралка начала готовить вот эти вот значит свои слойки как она их назвала да с зеленым луком пельмени а также ребята она готовила сегодня чипсы из лаваша да я сразу вспомнила как несколько дней назад смахивая скупую слезу а слезы предательские не шли не лились из глаз уралки она сказала нам так сейчас тяжело так тяжело у сафарчика вообще почти нет аппетита да-да друзья мои аппетита нет но мы сжираем и пельмени готовим в один же день да мы сжираем и слойки представляете все это тесто с тестом а еще а еще тесто сверху это вот эти вот как раз таки чипсы из лаваша уралка только сейчас узнала что такое чипсы из лаваша поздравляю шарик ты балбес а мы эти чипсы из лаваша покупали еще лет 15 тому назад эти снеки вовсю продавались абсолютно везде ну да ладно друзья мои да что с ними поделать они только сейчас как дикари дорвались до цивилизации представляете ну что ж и в общем то друзья мои что увидела увидела уралочка сарафан говорит ой как просто оля как просто вот эти вот вот эти вот слойки да слойки с зеленым луком и уралка начала себя расхваливать а я говорит увидела вот этот вот рецепт увидела в интернете а интернет говорит для того и существует чтобы там можно было увидеть какие-то интересные такие рецепты и меня эти слойки очень заинтересовали ну да друзья мои вы знаете вот я бы посоветовала уралке что-нибудь другое уралка жаль что тебя не заинтересовала какая-нибудь интересная книга жаль что тебя не заинтересовала какая-нибудь интересная передача какой-нибудь, да, познавательный, интересный фильм, да, опять же, что-нибудь интересное, помимо жрачки, потому что, ребята, когда говорят абсолютно об одной еде каждый божий день, честно, от этого уже начинаешь уставать, это уже начинает надоедать, это уже, знаете, как заезженная пластинка, причем я смотрю сейчас, и я понимаю, что мой интерес к Уралке, он действительно, ну, так скажем, пропал, пропал уже окончательно, да, иногда я делаю два ролика в день на Уралку, крайне редко теперь я делаю три ролика в день на Уралку, там по большому счету не о чем говорить, я не хочу больше вот эту вот, знаете, воду в ступе толочь из стороны в сторону, мне хочется смотреть и других блогеров, которые намного интереснее, там происходят какие-то действия, события, да, и так далее, и тому подобное, нет, конечно, я не перестану снимать на Уралку, потому что у меня есть мой зритель, который смотрит меня уже в январе будет три года после того, как они зиговали в новогоднюю ночь, и в любом случае я, конечно же, буду снимать, пока я буду, так скажем, заниматься своей деятельностью на Ютубе в качестве блогера-обзорщика, я буду снимать на Уралку, но, друзья мои, что я хочу сказать, вы понимаете, вот ее ничего не, ей ничего не интересно, ой, ребята, расскажите, а что нам делать, вот у меня такая проблема со здоровьем, вот почему-то, ребята, когда проблема со здоровьем у Уралки, когда надо посмотреть какую-то диету, которую ей надо следовать, да, этой диете, которую, вот, что-то такое, что ей можно, что ей нельзя, да, когда надо посмотреть какие-нибудь клиники, которые касаются здоровья Дуни, там, или еще что-то, когда нужно найти какую-то полезную, важную информацию, она всякий раз обращается к своим, девочки, не увези девочки, ну, подскажите, помните, я всегда ей говорила, Уралка, загугли, это не больно, зайди на просторы Ютуба, интернета, посмотреть, там все это есть, и Уралка таки меня послушала, и теперь, друзья мои, она оказывается, оказывается, она говорит, что в интернете есть все, но надо же, Уралка, ну, слава богу, но до тебя хоть что-то дошло, да, оказывается, не зря все это, не зря все это, я говорила, да, зрители мои писали, и так далее, Уралочка что-то начала находить на просторах Ютуба, сарафан не может оторваться от этих слоек, ест и ест, а Уралка говорит, ой, смотрите, Узи сколько много съел, ребят, сказала она это, знаете, с таким веселым голосочком, а я посмотрела, он съел три вот эти вот небольшие слоечки, но я все-таки подумала о том, что Уралочка неспроста сделала на этом такой, знаете, жирный акцент, а все-таки Уралка испугалась, пока она тут лепит, друзья мои, горбатого, да, он сейчас сожрет добрую половину, ну, а ей мало достанется, короче, у них там, знаете, как у пиратов, как у пиратской жизни тоже идет борьба не на жизнь, а на смерть за жрачку, обязательно надо, надо быть во первых рядах, иначе, если кто-то один сожрет больше, то, соответственно, кто-то второй съест меньше, далее я смотрю на Уралку, а она уже вся красная, на башке тоже все розовое, друзья мои, морда вся красная, да, и стоит пыхтит, и говорит, ой, ну, наши-то зрители, ну, начали, как всегда, нас чехвостить, да, ой, они-то нормально питаются, а вот другие-то, да, да, едят там по три, по пять штучек, Сарафан, это ты прям говоришь про свою кишлачную родню, ну, или про своих дружбанов-зигавантов, Ириху и Сраилку, да, ну, а что касается ваших преданных фанатов, ваших преданных ведроголовых зрителей, то вот как раз-таки они у вас слаще моркови ни черта не жрали, а иначе бы никогда вам в жизни бы не стали завидовать, а раз завидуют, значит, деградация рулит, и значит, они такие же деграданты, и значит, они живут хуже, нежели живете вы, хотя, казалось бы, куда уж хуже, жить в однушке за пердушки, в которой ни ремонта, ни мебели нормальной, никогда ничего не было, это у людей, ладно бы там, как я говорю, да, был бы какой-нибудь там уже такой человек в возрасте, который уже не может работать, да, или еще что-нибудь, ну, или люди, которые, может быть, только свою там молодую жизнь начинают семейную, да, а этим уже под 40 лет трудоспособный возраст, они все ничего сделать не могут, но мне понравился момент, когда Сарафан заорал, мужик же должен хорошо есть, да, Ола? Она, да, а получается, у нас Ола тоже мужик, раз она ест за троих мужиков, друзья мои, мне просто интересно, но вообще, Сарафан, ты знаешь, я тебе так скажу, помимо того, что мужик должен есть, как и любой другой человек, правильно, это ему необходимо для его жизнедеятельности, мужчина должен еще и работать, куда-то расходовать свою энергию, о чем я говорю, вы проснулись, проснулись, начинаете закидываться тяжелой жрачкой, а вы ее еще не заработали, ваш организм еще не успел проснуться, ему не нужно такое количество килокалорий, такое количество еды, а вы уже в него закидываете, как в топку, не думая о том, что это потом будет играть против вас. Вы знаете, глядя на Уралку, когда Уралка кричит о том, что все кругом голодные, только они, они, они едят, Уралка, ты знаешь, едим мы абсолютно все, только опять же, есть две большие разницы, что есть, я себе в страшном сне представить не могу жрать с такими порциями, как ты, жрать все, что не приколочено, и уж точно, кого не спроси, не то, что на 100%, на все 300-500% люди скажут, что никто, ни один человек, ни одна женщина, ни один мужчина не хочет выглядеть так, как выглядишь ты, это просто зашквар, это просто днище самое настоящее, выглядит так, как выглядишь ты, еще этим кичиться, и еще кричать, что жрала, жрую, буду жрать, да жри дальше, я же говорю, мы тебя обязательно, я тебе уже напророчила, я тебе об этом говорю уже почти три года, ну, уже там не три года, да, три года будет вот первого, второго января, получается, когда я начала снимать, как только они зиганули, да, ну, друзья мои, я сразу ей пророчила и сказала, что когда-нибудь мы ее непременно увидим в передаче «Я вешу 300». она будет там принимать участие, потому что она уже, ей осталось совсем ничего. Далее, друзья мои, уралочка сказала, «Ой, ну эти слоечки, такие хорошие, они на закуску». А-а-а, вон оно че, друзья мои, вон оно оказывается че, на закуску, на закусь, ну, понятно. Ща, друзья мои, камера выключится, уралка с сарафаном достанут из-под стола, друзья мои, пару, пару каких-нибудь бутылей, да, пару каких-нибудь пузырей, ну, и на закусь у них слойки с зеленым луком. Представляете, как круто. Это, говорит, закуска. Ребят, представляете такое сказать людям, которые не пьют, никогда не скажут слово «закуска». Ну, никогда не скажут. Опять же, да, опять же, если пьем вино, да, там, допустим, нарезаем там какую-нибудь ветчину, да, нарезаем какой-нибудь карбонат, какой-нибудь сыр, кто что любит, там, сыр на ассорти, да, опять же, кто-то любит овощи, фрукты, да, неважно, кто что любит, какие напитки и так далее, я имею в виду вообще вот люди, да, для этого не обязательно скрывать и кричать, «Вы что, вы что, я не пьющая, не пьющая совсем!» Но мы видим прекрасную уралку. Помните момент, друзья мои, когда обдушка чокнулся, сидел рядом с уралкой за столом на кухне, сказал, «Ну чего, давай чокнемся!» Чокнулся, уралка сидит, сарафан это снимает, уралка глазами хлопает, скальп ходуном ходит, и она понимает, что обдушка их сдал. То есть обдушка-то откуда бы это увидел, если у него в кишлаке типа а-ля никто не пьет, ну, это мы понимаем, они же там святые все, это естественно, да? И тут у уралки тоже с сарафаном, они же тоже не пьющие, но у них почему-то на столе каждый год стоят бутылки с алкашкой, да, причем и скрепкой, они не пьющие. Обдушка, пацан, который с ними живет, их сдал с потрохами, взял стакан, да, с напитком и чокнулся с бабкой в этот момент. О чем это говорит, ребят? Это говорит о том, что у них пьют. Да, ради бога, как говорится, только, да, все мы можем выпить без проблем, расслабиться, захотели что-нибудь там, выпили шампанского, вина, кто-то любит более крепкие спиртные напитки. Это не проблема, зачем врать? Зачем врать постоянно? Это, говорит, на закуску. Ну, что, ребят, я так понимаю, вот они выпили, нажрались и начали писать про нас гадости, да? Еще и забегали сегодня ко мне в телеграм-канал, ну, тупые.